друзья мои как соком подлости сначала камеры не было в руках а потом надо будет ехать это вот черный голубь который старый голубь чуть ли не в забоя ночевал на крестовину не мог с крестовином не спускаться теперь смотрите и только что было атака копчика ничего не мог тетер он попер вверх голову попер вверх хотите рушу на высота его солнце раму утром сейчас я больше надо будет блин солнце у меня прямо глаза сейчас попробуй с утра снимать он называется с крестами на вниз спустился опять вверх и тут же голубят не закрыта еще я его пускал и все равно приеду как бы если он уже сидит еще раз крестами на тару посмотрите как он сильным заболем сейчас этот голубь ну как видите ветра практически нету не сильный ветер скорость ветра волгограде 6 метров в секунду ветер это часто говорю что для них летать намного легче чем спускаться для сильно бьющих голубей намного легче опять лед уйти чем спускаться даже он сейчас не бьет этот голубь сейчас смотрите он даже вот сейчас уже останавливается расслабляет перед этим сколько время он летал есть у меня в роликах есть такой два черного голода который с крестовины я они на крестовине и вертикально вверх выход с толку так это один из этих голубей это вот один из этих очень жесткий бой у него очень хороший красивый бой сейчас на птенцах сидит да едем все все продал друзья мои приехал еще и сидит этот чудик еще летает на другом расположении тем более голубь этот сегодня не должен результат показывать я говорю этот голубь вчера ночевал на крестовине должен был с утра пораньше спускаться в голубя и хотя бы его что-то напугало а именно титер с улицы попробую снимать отсюда не видно вот он идет так вот у нас дорогие мои очень многие очень многие считают забивной голубь и голубь забоя одно и то же самое на самом деле это две совершенно разные вещи это на грубо скажем спортсмен который как бы на некоторое время бросил спорт он потерял свои навыки ему стоит чуть-чуть заниматься и он опять восстанавливать свои навыки ну и другой человек у которого нет этих навыков и наоборот вместо того чтобы держать правильно кулак он может кулак держать так чтобы ударить при этом сломать тебя пальца толстый палец там мы же знаем когда детей говоришь делай кулак многие из детей как этот кулак делает толстый палец засовывает между четырьмя пальцами ну при таком кулаке при любом ударе можно сломать палец то есть неправильный кулак скажем так то же самое по бою значит забивной голубь это голубь который при бою себя скидывает вниз а голубь который который при каждом бою вот он с места встает с крестовины да там с земли встает он себя верит сейчас посмотрите от щегла как будет вот он от воробя будет шугаться не то что откупчивый значит при 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 каждом бою голубь тянет себя вверх это называется голубь ушел за бой за бой уходят все сильнобьющие голуби все сильнобьющие то есть ну грубо скажем все панчеры пошел на большой круг все панчеры которые как бы на некоторое время не занимаются спортом они теряют как бы свою скорость дыхалку теряют понимаете то же самое и с сильнобьющими голубями когда голуби очень сильно бьют но при этом бьют они правильно они могут уйти в забой поднять таких голубей проблем никаких отошли выпустили и этот голубь прилетит домой спокойно и будет дальше летать один-два раза либо в сильный ветер либо под хищник вы его кидаете в общем он в этот момент бросает бой и начинает летать дикаром что-то опять на большую кругу шел ладно дождемся подлететь сюда потом вот он видите вверх вниз даже и не падает как бы дальше либо под хищник вы его бросаете в общем при опасности голубь не будет бить при опасности голубь будет летать вот так забивные голуби то есть забой уходящие голуби раскрываются ну а забивного голубя вы ничего не сделаете абсолютно ничего понимаете потому что у него там все мозги работают на бой будет как автомат будет как автомат и очередь и каждым разом падает падает а откуда вы его выпустите он там и останется может пешком дойти но летать не будет то есть это жесткий брак с такими голубями это да надо избавлять а таких голубей надо избавляться ну еще раз говорю надо сначала определить что такое забой забивной голубь и забой голубь ушел за бой ну если вы помните как-то я показывал когда ребята голубятни показывали какая-то чудо голубятни бьют я показывал несколько голубей говорю вот буквально 2-3 дня я их не выпускаю держу в голубятни и эти голуби будут голубятни бить потому что у них жесткий бой и эти голуби показали буквально через 2 дня как они в голубятни бьют понимаете один из этих голубей старый чиль который по сей день видите как он выкручивает это в моих роликах часто его видите и дети его такие это совершенно другое в общем а вот забивной если помните в самом начале у меня в роликах было один из друзей мне давал чубатых черных голубей чтобы я их раскрыл я когда вышел возле магазина выпустил этих голубей так вот сел на магазин вот этот на следующий день пришел он там сидит в общем я его сачком с крыши поймал он даже не мог улететь этот голубь сачком поймал потом отдал ему короче я говорю нет ну я хотел как бы убирать в общем он решил что эта птица вот видите скинул опять пошел и он сейчас не бьет не бьет почему потому что опасность есть для него понимаете но это жесткий бьющий голубь и вот когда у нас многие ребята говорят да вот голубь стоит бьет 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 копчик подходит его вперед в общем чем он виноват виноват дорогие мои у этого голубя с головой не все в порядке понимаете он не виноват что у него так вы сами его таким сделали вот этот родственные перепоровки вот то другое все вот это там конечно в итоге есть такое понятно понятие обратка вот эта обратка возвращается вы ничего не получаете вам кажется что вы что-то получили но на самом деле вы получили это да там просто этот брак ну представьте себя вот жарили вот там пирог спекли пирог но он весь подгорел весь сгоревший вы же его все равно есть не будете выкинете считайте что ваш труд был как мартышкин труд он еще может очень долго летать я наверное я не знаю сколько он может через 5 минут сидеть этот голубь а может и и долго-долго-долго-долго летать потому что этот как как такой как он назвать проверенный голубь этот голубь проверен и проверен годами а не один-два раза сорвался мы его считаем проверенным в общем лететь дикарем он еще на пшенцах потому что буквально пару дней тому назад голубку его не стало взял копчик не взял не знаю цвета сизой чубатой голубка которая там ну как бы летала пару зим не стало что с ней стало не знаю но я не видел что копчик взял может и копчик взял а может и не взял может прилететь может там кошки взяли может кому-то зашла откуда я знаю я не видел понимаете не ну он опять уходит вверх поэтому по моему бессмысленно мне его сейчас ждать ну пока я остальных не выпущу пока этот не сядет и вот он сядет я еще с крестовины его дерну вы посмотрите что он будет делать это тоже самое голубь вот на паузу поставлю по этой кофе запил это посмотрим может уже и сядет в общем ну то что в небе я не вижу опять ни одного скворца это факт по ролику здоровье поэтому посмотрите по ролику посмотрите нет нет вроде там пару дней тому назад появились в небе опять скворцы опять их не стало либо они пролетом уходят либо что-то как-то не знаю ну по-моему да пошел на посадку по-моему пошел на посадку и это очень хорошо вот там что идет это что а это дикий голубь вот он от нее даже будет сейчас шарапать и поэтому голубь летит с опаской с опаской с опаской с опаской так я чуть-чуть чуть-чуть уберу он уже может сейчас сядет на посадку голубь с вером на хвосте почему вера на хвосте потому что бой жесткий надо удар смягчать давай иди на посадку хорошая уже сколько 14 15 минут снял уже то же самое голубь и вот вот многие у нас умудряются в клетках голубей выбирать и что сказать как он замечательный тут даже если этого голуба с крестовина даже ну как бы полу небе с крестовина или там с голубятни там чуть-чуть тряханешь это будет одна картина сейчас совершенно другая картина то есть любой который посмотрит его на земле скажет да никогда этот голубь летать не будет любой только единицы поймут что этот голубь будет летать вот он сейчас все я сейчас пойду даже на паузу не поставлю чтобы не сказали вот он там кадры поменял и покажу как он будет дугасить опять сейчас крестовину его дерну чтоб он с места стал он будет сейчас вот увидели как он сел даже толком ничего не показал как будто и бить не надо а чуть позже этот голубь значит у него на одной ноге идет красно-желтый кольцо на другой синее направо синий это направо красно-желтый на левом синий 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 закрытую это за в заборе вот два декабряна синий в этом где здесь сидит но не вот один шубатик и второй пока на этом закончу продолжим такой же серий голубь у него практически ну с разрезным пером красный голубь такого же типа в принципе я того не должна этого тоже чуть долго отсиделся все там барабанит вовсю круто тоже старый даже пошел сел не пошел покажет автоматную очередь сейчас будет бить а потом уже выравнивается вот 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 друзья мои ну как вы поняли по ролику тут зарядка не выдержало последний момент я как бы не снимал вот вот он этот голубь которого я в ролике показывал на одной ноге синие кольцо на левой на правой на желтые значит тут еще одно очень важное дорогие мои вот тот бред который нами пытаются это да как бы ну навязывать на нас что хороших голубей не надо гонять хороших голубей надо держать и от них получать птенцов в общем просто они сидят они все равно и через десять поколений вам дадут таких же хороших и через двадцать все это к реальности не имеет никакое значение да и она и к теории не имеет значения почему потому что спортсмен становится сильным спортзале поле в ринге специалист становится хорошим специалистом на месте это да там работы в общем для утрудиться ученые в лабораториях в этих то есть без работы без работы никогда не будет никаких результатов я сейчас его опять поймаю этого голубь и выпущу вы можете еще и этого тоже сейчас выпущу вместе с ним это тоже старый голубь черный чубатый голубь еще раз повторяю любой сильный бьющий голубь который закрывается сидит за перти он уходит за бой но это не забивной голубь просто бой то есть он понимаете не хватает у него дыхалки у голубей не хватает той дыхалки которая у них есть это при ежедневном гоне при каждодневном гоне поэтому голуби всегда должны летать не надо их резать не надо их там вязать не надо их держать заперти если вы хотите иметь здоровых бодрых умных голубей они должны летать и проходить естественный отбор естественный сейчас на паузу ставлю поймаетесь его друзья мои ну чтоб не говорили что другой там вот он это этот голубь с вером хвосте сейчас его выпустим посмотрим что он будет делать это тот же самый голубь который вчера в этом ролике летал а это вот зеленый чубат это зеленым гольцом чубатый голубь ну кто этого голубя видел недавно я показывал что этот голубь даже с креста видно когда я поднимал этот голубь не летал он даже один раз на стол сел на соседскую это тот же самый черный голубь понимаете чубатый голубь а это этот же голубь черный голубь который тоже в конкретном забое был 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 почему потому что ну как бы на птенцах сидел меньше я его торгал вот этими отличается забивной голубь от забойного голубя голубь забой и забивной голубь но они уходят и забивной голубь буквально два дня тому назад вот этот черный голубь сутки не мог с крестовины спускаться стоило ему один раз поднимать и он опять будет небо покорять один он второй вот так определяется забивной и забойный забойный голубь это обычно очень хорошие очень сильно бьющие голуби которых когда мы прекращаем гонять они уходят за бой а забивной голубь это натуральный брак а такие голубей надо избавляться понимаете вот разница вроде на первый взгляд когда голубь забой и забивной голубь да вы когда их пытаетесь поднимать выглядит одинаковые но на самом деле это одно и то же самое но эти попёрли уже все ждать их я и не буду вот они не знаю уже должен быть видно то же самое понимаете он уже на какой высоте спокойно стоит и бьет в обоих очень жесткий бой в этих голубей то же самое я показывал белого чубатого голубя что тоже какой-то момент когда его не погонял он уходил за бой то есть любой из моих взрослых голубей любой из моих взрослых голубей уходит за бой но у меня нет ни одного забивного голубя понимаете любой вся вот взрослая птица моя закрой их на неделю на неделю на 10 дней я их закрою они будут барабанить им очень тяжело будет подниматься но стоит им один раз на это да на живот упасть на круг и все птица опять летит как это да конечно за эту неделю они теряют дыхалку не совсем теряют да как допустим те которые годами сидят или полгода сидят запертые нет но все равно вдыхалка теряется ну все удачи вам надеюсь разницу вы поняли что такое забивной голубь и что такое голубь забое это совершенно разные вещи не знаю ну должен я их уже снимать они и в бок уж не идут все удачи всем вот она да вот они иши копчики наши вот один пошел и пошел и пошел вот три и пошел и вон голуби и вон голуби вот один не знаю видно его не видно а вот они двоем вот вам и доказательства что забивного голубя копчик без проблем возьмет а вот голубь который уходит за бой в момент опасности он теряя это да бросает бой ну хотя эти вот на этих додиков внимание не обратили абсолютно абсолютно потому что я всегда говорю для них есть пара хищников опасных это сапсан и балоба все все остальные даже тетя для них не помеха если конечно они не болеют я имею ввиду повзрослые голуби да если взрослая птица здоровая то они им не помеха абсолютно но все ну а что дорогие мы не знаю снимаю не снимаю вот она высота их не дверь как всегда открыта свобода сейчас поедят и пойдут удачи всем удачи всем удачи всем удачи всем